Учитывая, что Лига Справедливости Сака Снайдера уже на подходе, можно было бы подумать, что трейлеров больше не будет, но это не так. 14 марта HBO Max выпустил новый трейлер к фильму, ранее известному просто как Версия Снайдера, и в нём можно полюбоваться на многое. В частности, мы видим намного больше Дарксайда в исполнении Рея Портера, включая могущественного нового бога, выражающего свой голод, который собирается править над всем сущим. – Я превратил мир в тюрьму. Но наряду с большими взрывными моментами, когда герои сражаются со злодеями и их армиями, есть несколько мелких деталей, которые многие упустили при первом просмотре. Несколько кадров трейлера показывают нам классических персонажей комиксов DC, которых мы раньше не видели, и, ровно как и один из самых известных членов Лиги Справедливости, они все находятся далеко от нас, даже не на другом полушарии и не в этой солнечной системе. И пускай в некоторых сообщениях о первоначальных планах Снайдера относительно Лиги Справедливости утверждалось, что Дарксайд сам не будет противостоять титульной команде супергероев, пара кадров трейлера заставляет нас задуматься, может ли правитель Апокалипса лично вступить в бой? Вот мелкие детали, которые было сложно заметить в финальном, на этот раз уж точно в финальном, трейлере Лиги Справедливости Зака Снайдера. Самый клевый момент, который можно пропустить, просто моргнув, происходит на второй минуте третьей секунде. Мы очень коротко видим женщину, которая может быть Мартой Кент в исполнении Дайан Лейн, приемной матерью Калелла. Вот только её глаза светятся ярко-красным. Конечно, даже если это Марта Кент, криптонец не передает никому свои силы. Так почему же её глаза светятся? Наиболее вероятный ответ заключается в том, что Дайан Лейн в этой сцене играет не Марту Кент, а замаскированного под неё Джона Джонса, более известного как Марсианский Охотник. В январе 2021 года актер Гарри Ленингс подтвердил давнюю теорию фанатов о том, что генерал Свонвик, персонаж которого он играл в фильмах Человек из стали 2013 года и Бэтмен против Супермена 2016 года, это замаскированный марсианский Охотник. В то же время Ленингс сказал, что он, наконец, сыграет Джона Джонса в Лиге справедливости Зака Снайдера. У инопланетного героя в комиксах есть длинный список способностей, включая полет, суперсилу, телепатию и, что важно для темы этого ролика, изменение внешнего вида. Скорее всего, Джонс принимает форму Марты Кент – либо так, либо у неё просто тяжёлая форма аллергии. Марсианский Охотник – не единственный инопланетный герой, которого мы впервые видим в новом трейлере. На 0.57 видно кадры, которые, судя по всему, относятся к битве между силами Земли и силами Апоколипса в далёком прошлом. И мы можем мельком увидеть одного члена Корпуса Зелёных Фонарей, который совсем не похож на Райана Рейнольдса. Однако это не говорит о том, что его никто не знает – фанатам комиксов он точно знаком. Судя по внешнему виду этого фонаря, это Ялан Гур, зелёный фонарь, который появился во флешбеке в комиксе Зелёный фонарь номер 19 1991 года. Обладая кольцом, у которого нет слабых мест, Ялан Гур становится слишком самоуверенным и умирает за свою ошибку. Сможет ли Лига справедливости Зака Снайдера существенно углубиться в этот канон? Сможем ли мы действительно увидеть на экране падение Гура? Время покажет, но такое дополнение наверняка порадует хардкорных фанатов. На 01.37 мы видим нечто, чего раньше никогда не видели в кино – смертоносные Омега-лучи Дарксайда. Их зигзагообразный узор ни с чем не перепутаешь, и мишенью Дарксайда, скорее всего, является Аквамен в исполнении Джейсона Момоа. Кто бы это ни был, действие происходит в воде, а за пару кадров до этого мы видим отрывок из подводной битвы между Акваменом и лейтенантом Дарксайда Степным Волком. Возможно, это не последнее появление Омега-лучей. Уже через несколько секунд мы видим аналогичные красные энергетические лучи, стреляющие в Бэтмобиль, а примерно на 02.07 мы видим ещё больше красных лучей, которые летят в самого Бэтмена. Пока неясно, исходят ли они от Дарксайда или кого-либо ещё, но фирменный зигзагообразный узор говорит только об одном источнике. Как бы то ни было, интригует даже сам по себе одиночный кадр Омега-лучей. Когда Кевин Смит впервые начал рассказывать, что он знал о планах Зака Снайдера в отношении Лиги Справедливости, история заключалась в том, что, пускай Дарксайд и должен появиться, это произошло лишь в конце фильма. Но учитывая то, что мы увидели в этом последнем трейлере, можно предположить, что Лига Справедливости Зака Снайдера вовлечет Дарксайда и в другие элементы повествования. Поклонникам не придется долго ждать, чтобы подтвердить свои предположения. Лига Справедливости Зака Снайдера рискует обрушить серверы HBO Max 18 марта. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про героя в DC, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!